Всем привет! Сегодня у меня очередной мукбанк. Буду кушать на камеру вот эту вот замечательную курочку, которую я запек в духовке. Внутри у нее стеклянная банка, в которой вода, душистый перец и лавровый лист. Перед тем, как запекать, я смешал чеснок, соль, перец. Этой смесью натер курочку и внутри, и снаружи. Дал ей так постоять где-то час, потом я взял еще сверху, покрыл сметаной, посадил на эту банку с водой, поставил в эту сковородку и в духовке запекал где-то час-15 или час-20 минут. Сразу вот такой способ запекания выдал одну особенность, которую я чего-то не мог представить. Это неравномерно. Вот сверху корочка есть, а вот здесь снизу, если вы видите, вот снизу, снизу оно готово. Я проверял, там идет прозрачная жидкость, причем так жидкость шла таким прямо фонтаном. Но корочки такой нет. По бокам здесь немножко есть, а вот здесь почему-то нет. Хотя, вот если посмотреть сзади, то здесь корочка есть и сверху, и снизу. Вот, я думаю, что надо, конечно, так вот курицу запекать не в сковородке, а на противне, потому что противень он плоский, и тогда ничто не мешает горячему воздуху проникать вот в нижнюю часть, и тогда курочка будет вся равномерно зажаренная. Ну, что получилось, то получилось. Гарнира никакого нет, будет только салат. Салат это такой простой, классный весенний салат. Огурцы, редиска, зеленый лук, соль и сметана, и все. Салат бесподобно вкусный, я уже пробовал, поэтому знаю. Еще перед тем, как я начал есть, как говорится, во первых строках, я хотел бы подвести итоги конкурса, который проходил в предыдущем мукбанге, когда я кушал спагетти с курицей. Смысл конкурса был в том, что я рассказывал некую историю как бы из жизни, и надо было угадать по мотивам какой сказки рассказана эта история. Или там вообще задача иначе сформулировалась. То есть я пытался представить, как могла бы выглядеть история в жизни, по мотивам какой истории написали сказку. Вот как называлась сказка, сказка была известная. Вот как-то так, вот так, витиевато я попытался объяснить, не знаю, получилось или нет. Но было очень много правильных ответов, но так как принцип был такой, кто первый встал того этапки, то естественно, что победил тот, кто первый дал правильный ответ. Ну, задание было сравнительно простое. Но тут возникла немножко сложная ситуация, потому что сначала канал Андрея Нкидз дал правильный ответ, а потом написал, что хотя нет, наверное, все-таки это не дюймовочка. Да, это правильный ответ, сказка дюймовочка. Потом канал Дом после Андрея Нкидз дал тоже правильный ответ, дюймовочка, но при этом однозначно вот дюймовочка и все. И я немножко замешателься, потому что с одной стороны канал Дом вторым озвучил название этой сказки, а с другой стороны они, в общем-то, не забирали свой вариант назад, то есть они вот четко сказали дюймовочка и все. И я подумал, что в этой ситуации, наверное, было бы справедливым, чтобы было два победителя. То есть первый победитель это канал Андрея Нкидз и второй победитель это канал Дом. Значит, как я обещал, пару слов о каждом канале. Канал Андрея Нкидз это такой классный парень Андрюха. Он живет очень такой насыщенной жизнью, ведет YouTube-канал. Ну, Андрей еще немножко, ну, он такой уже мужчина в рассвете сел, можно сказать, но еще слишком юн все-таки, и поэтому ему помогает вести канал Мама Катя. У Андрея там сплошные приключения, аттракционы, там какие-то распаковки, причем даже с привлечением канала Блин Тайм. Какие-то вот мне понравились особенно, там есть аттракционы в Испании в форме быка, и вот как настоящий бык садишься, и он там тебя пытается сбросить, но Андрей удержался. Вот, Андрея Нкидз, я ссылку, естественно, внизу дам на этот канал, заходите, очень интересно. Второй канал Дом. Дом – это семейный канал, значит, его ведет, ну, очень обаятельная девочка Даша и ее родители. На этом канале очень много интересных таких юмористических видео, видео о путешествиях, потом есть очень такое красивое, романтическое видео о том, как родители Даши встретились и полюбили друг друга. Ну, заходите и сами все увидите, очень интересный канал, рекомендую. Ну, а теперь в банк. Сначала салат. Наверное, можно сметану чуть-чуть пожирнее, потому что это как-то она немножко потекла. Так, и теперь вот эта вот замечательная курица. Так, как бы мне ее так отрезать, сейчас это будет целое дело. Будем ее кромсать. Так, вот, самым жестоким образом. Так, а нельзя ли мне просто руками вот так вот оторвать это крыло? Ох, вот так. Классно. А ну-ка. Ммм, мм, ммм. Так, как говорится, рыбу птицу молодыцу берут руками. Сейчас я... Ммм, салат. Ммм, салат просто... Просто, ммм. Ммм. Курица потрясающе вкусная. Ммм. Крыло понятно. Сейчас я... Надо все-таки грудину попробовать. Ну-ка, сколько она готова. Ммм. Сочно, мягкая, вкусная. Ммм. Ммм. Получается, снизу испаряется вода со специями, и она не дает курице пересохнуть. Потому что грудина часто бывает такая, ну, плохо рыжая. А тут просто... Ммм, великолепно. Так, салат. Сейчас я вот салат. Некоторые говорят... Почему-то... В ресторанах не салат, а салатик. Я человек, который любит покушать... Когда мне говорят салатик... Я сразу представляю, что это какая-то такая маленькая плошка. Которая чуть-чуть салата. Вообще, это только наша такая тема. Вот, приносить салат какой-то крошечной порции. Потому что за границей везде салат... Ну, не везде, конечно, гра салата. Но как-то, ну, все равно порция какая-то маломальски приличная. У нас, когда официант стоит... Он как-то так вот, как бы пританцовывает. Говорит, салатик. Я знаю, что всегда принесут потом вот, ну, не знаю, какой-то намек просто на салат. Но я люблю, чтобы салата было всегда много. Как-то... Последние дни... Совершенно без новостей... Без скандалов даже не знаю, о чем поговорить. Политическими новостями я стараюсь не интересоваться. Какие-то светские скандалы, что-то мне не попадались. Может быть, они были, конечно, но... Как-то мимо меня прошли все. Ммм... Сейчас столкнулся с одной проблемой. Не знаю, какой сериал смотреть. Потому что я периодически кротаю вечера за просмотром сериалов. И как-то так посмотрел сериалы, которые мне понравились. А сейчас даже не знаю, вроде ничего приличного так и не вижу. Сейчас пытаюсь вспомнить, какой из сериалов мне понравился. Ну, кстати, все хвалили большая-маленькая луж. Мне что-то он не очень пришел. Он хороший, но... Так вот. Потом... Посмотрел английский сериал Корона. Ну, такой относительно неплохой. Просто мне о нем говорили, что он просто какой-то запредельно классный. Поэтому, может быть, у меня слегка такой эффект отманутого ожидания. Но, в целом, наверное, неплохой. М-м-м... М-м-м... Куда подевался сериал Форца. Когда-то пару лет назад вышел сериал такой. Первый сезон. В принципе, мне понравился. И они обещали... Не просто продолжение, а... Там чуть ли не пять сезонов. Как-то один сезон вышел и... Все заглохло. Если посоветуете какой-то интересный сериал, буду очень признателен. Российский, импортный, любой. Хотя украинский сейчас тоже снимают неплохие сериалы. Сделал юмористический такой сериал. Отель. Как же он назывался? Отель, отель, отель. Забыл. Какой-то отель. Какой-то юмористический, мистический сериал. Было довольно смешно. Как же он назывался? Отель, отель. Вылетел из головы. Курица просто жикарная. Так, я салата побольше себе еще добавлю. Добавлю, потому что салат. Он такой какой-то свежий, весенний. Получается, состав такой. Тут не надо, там куча каких-то продуктов. Все. Сейчас есть в продаже. Стоит уже сравнительно недорого. Делается быстро. С массом никаких этих вот макаронов, картошек. Просто вот такой вот салат, курица и все. Я даже скажу, что с таким салатом не надо ни вина, ничего. Просто курица, салат и все. Так классно, когда курицу просто берешь и так вот руками рвешь. Очень вкусно. Сколько человеку нужно для счастья? Я же вкусную еду и уже практически не нравится. Ну, счастлив безграничный, можно так сказать. Сейчас, наоборот, надо говорить, несчастлив безграничный, а безграничный счастлив, да. Ну вот, безграничный счастлив. Как-то я в этот раз не очень подготовился к застольной беседе. Уж простите. В следующий раз обещаю исправиться. И курочка. Так вот, руками игнорируя всякие правила приличия. Кстати, когда вот ешь неприлично, как-то получается всегда вкуснее, чем когда пытаешься соответствовать каким-то канонам. Когда никто не видит, отставляешь в сторону фража. Кстати, индусы, они же едят руками, и я считал, есть такая организация, она измеряет степень, насколько счастливы люди в той или другой стране. Так вот, в Индии вот этот вот процент счастья, он очень высокий. Я вот сейчас кушаю вот так вот руками. Думаю, они потому ли, они такие счастливые, что они едят руками. Надо будет подкинуть исследователям эту идею, пусть проверят. Потому что, я думаю, что от того, насколько человек комфортно кушает, насколько он, вернее, в полной мере получает удовольствие от еды, настолько он, на самом деле, может быть и счастлив. Потому что, когда весь зажатый правилами этикета, так не повернись, так не сядь, какой может быть кайф. Ты, получается, весь напряжен, вместо того, чтобы полностью ощущать прелесть того, что ты кушаешь, ты вынужден постоянно следить за собой. Вот так вот взять руками. Курочку не можешь, как я сейчас. Я ем руками и счастлив. Но я думаю, что вот я тут поработал. Наверное, надо останавливаться, потому что переедать, тем более сейчас уже такое достаточно позднее время, на ночь переедать вредно. Поэтому советую вам приготовить курочку так же, как я. Я выложу полностью видео с пошаговой инструкцией. Наверное, вслед за этим сразу. И, кстати, я снял тоже салат, хотя он простой, но я все равно снял, как он готовится. То есть, салат, курочка, все будет. Советую вот так приготовить, потому что это очень вкусно. Еще сейчас кусок себе грудины возьму. И будет мне счастье. Вот. На этом буду загугляться. Всем пока. Субтитры подогнал.